всем привет дорогие зрители я сегодня предлагаю сделать очень вкусные блины так как масленица и она еще не закончилась будем готовить блины значит для этого мне понадобится молоко 500 миллилитров мука 170 грамм сыр твердый 150 грамм зубчик чеснока 2 яйца 1 чайная ложка сахара по чайной ложки соли и 2 столовые ложки растительного масла а еще обязательно зелень я взяла здесь у меня смесь это лук укроп и петрушка я дальше потом помою и порежу мелко сначала готовим тесто я соединяю яйца с солью и сахаром немного сболтаю затем добавлю остальные ингредиенты все по очереди значит 1 столовая ложка сахара и 1 чайная ложка простите пожалуйста как я сказал и пол чайной ложки соли перемешаю затем добавляем молоко здесь у меня 500 миллилитров сейчас добавляем чеснок затем я зелень помыла порезала мелко добавлю зелень затем сыр натерла на крупной терке добавлю сыр потом добавлю муку и в конце масло растительное и будем жарить наши блины на сковородке можно без масла если у вас сковородка антипригарная можно совершенно без масла блины жарить так добавили сыр и будем добавлять постепенно муку и перемешивать для того чтобы не образовались комочки музыкальное сопровождение у нас сегодня уже пока готовим тесто нужно разогреть сковородку вот я сейчас поставлю из такого количества теста получается примерно 10 12 может быть блинчиков если размер блинчиков размер сковородки 22 сантиметра диаметром сейчас я добавлю одну чайную ложку разрыхлителя и 2 столовые ложки растительного масла еще перемешаем оставлю тесто отдохнуть минут десять-пятнадцать потом будем жарить блины сковородка разогрелась начинаем жарить блины как обычно блины нужно жарить не на сильном огне для того чтобы они успели пропечься и как только верхний слой перестанет быть липким можно переворачивать тесто перед каждой жаркой нужно перемешивать практически наши блины готовы выкладываем на тарелку которую уже заранее приготовили и продолжаем жарить остальные выкладываем на середину так вот крутим и все легко и быстро друзья посмотрите какая вкуснятина была получилась они очень-очень вкусные мне кажется уже даже нет смысла говорить об этом как я и говорила получилось из этого теста 13 даже 13 блинчиков я уже некоторые попробовала и честно вам скажу они получились безумно вкусными зелень естественно дает свой аромат а сыр подчеркивает свой вкус очень приятный так что советую обязательно готовьте всем спасибо пока пока